Регина спрашивает, а мы будем на «ты» или на «вы» в эфире? Я, конечно, конечно, на «ты». Мы же уже, ну, сестра Шафт. Почему брудер Шафт есть, а сестра Шафт нет? Вообще непонятно. Друзья мои, в гостях у нас сегодня долгожданный гость и очень правильный гость для 29 декабря. Собственно, как и для 30 и для 31. Мы каждый день будем повторять наш сегодняшний эфир, чтобы вы усвоили все те уроки, которые нам сегодня попробует преподать Регина Проскура, профессиональный берлинский сомелье. Регина, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот мы уже говорили с вами о том, что Новый год в этом году будет в слегка непривычном формате для многих, потому что кто-то привык уезжать, кто-то привык ходить в ресторан, кто-то привык ходить в гости. В этот раз в основном все останутся дома, но главного развлечения у нас никто не отнимет. Это выпивать и закусывать. И вот о том, что же закусывать, вы решайте, пожалуйста, сами. А о том, что пить, об этом мы сегодня поспрашиваем Регину. Регин, ты уже приобрела необходимые для тебя напитки для новогодней ночи? Я завтра пойду. Приобретать? Да. Есть план, да. То есть еще будет что-то, ты думаешь, на полках? Еще не все сметут? Не все сметут, конечно. Скажи мне вот такую вещь. Я когда узнала, что ты ко мне придешь, большое спасибо вообще за то, что ты нашла время сейчас прийти к нам, я открыла интернет и, естественно, посмотрела вообще, кто такой сомелье, что такое сомелье, и почитала несколько интервью с известными сомелье. И вот интересный факт. Всех их в начале беседы всегда спрашивают, как вы стали сомелье? И каждый из них, вот я тебе честно говорю, без исключения, я не знаю, знакомы ли ты с такой тенденцией, каждый из них говорил, сначала я работал официантом, а потом решил стать сомелье. В твоем же конкретном случае, и я тоже не могу задать тебе такой вопрос, хотя ответ на него знаю, но другие не знают, наверное. В твоем конкретном случае все было совершенно иначе. У тебя была совершенно другая профессия, которую трудно назвать смежной с профессией сомелье. Расскажи, пожалуйста. Ну, теперь-то я ее смежила. Да, я вообще часто говорю о том, что если бы мы могли участь в школе, в сочинении, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, написать сомелье, ну, такой же в голову не придет. А такая профессия уже была тогда в России? Слово было уже на слуху, разве? Оно было не настолько на слуху, в том-то и дело. И я даже в студенчестве своем, я уже знала об этой профессии, я о ней так втихаря мечтала, как о чем-то несбыточном. Но, во-первых, мне казалось, что женщин туда вообще-то невозможно, что это какая-то, там какие-то взрослые дяди только работают. Выкладывать, другое дело. Разбираться в винах, нет, это для мальчиков. Так. Ну, какие-то ассоциации были, что это какие-то уже взрослые мужчины, опытные, которые... Бородой. Да, из Франции. Да, конечно. Месье. Опытные месье, так. И не верится, что они когда-то были горцом, да. И я работала учительницей в школе, да, когда я решилась. Я хочу еще раз, чтобы ты вот еще раз сказала, кем ты работала. Это не так катастрофично. Я преподавала русский, как иностранный в школе. То есть ты была школьным учителем. Да. Да? До чего же тебя довели дети, что ты ушла в алкогольную индустрию? Ну, меня всегда очаровывал мир гастрономии. Вот вся эта ресторан, и как там все устроено, как оно все сочетается. И я уже умничала о вине. Вот я сейчас рассказываю людям, а раньше я умничала, да. То есть умничала, имеется в виду, разбиралась не очень хорошо, но делала вид. Да, да, да. Но думала, что я уже что-то понимаю. И я решилась, да, я уговорила директора школы, где работала... Разливать в буфете алкоголь. Поменять расписание уроков. Какая прелесть. Для всех, чтобы у меня освободился день на неделю, для того, чтобы я могла посещать школу с эмелье. И когда я туда пришла, кстати, там было действительно, как ты говоришь, официанты, поставщики фирмы, та-та-та-та-та, кому еще и оплачивают это работодатели. И нас было, во-первых, в группе двое русских только. А во-вторых, да, это была я, учительница, и мой теперешний коллега, молодой человек, который работал в криминальной полиции. Отлично! У него теперь свой винный бар. Отлично! Замечательно! Слушай, мне кажется, мне с ним тоже нужно будет встретиться в эфире. Это тоже прекрасный карьерный рост, я считаю. Отлично! И к нему все бандиты, видимо, приходят выпивать после делишек своих. Переквалифицировался. Он не вспоминает. А что, скажи мне, общего у профессии учителя... Ну, в общем, повышением квалификации назвать это сложно. Что общего у профессии учителя и у сомелье? Какие вот качества, которые присущи или важны для учителя, важны также и для сомелье? Ну, терпение. Терпение в первую очередь. Правильно, мне тоже так кажется. Что еще? Какая-то лоббильность, да, быть подвижным, подстраиваться, быть хорошим психологом. Это очень важно. Сомелье вообще психолог. Да. А сейчас я вообще ушла. Я же теперь преподаю все это, поэтому я прям нашла свое. То есть в твоем случае это получилась смежная профессия? Да. Можно назвать это смежной профессией. Но, наверное, еще такие качества, как любопытство, любознательность. Учителя ведь тоже всегда образовываются, читают, смотрят. А книг сейчас великое множество и журналов, и книг проведу, и в интернете кучу всего. И меняется каждый день что-то. Вот, например, с Нового года на рынке появляется розовая просека. Теперь официально. Год назад они пробили закон, розового просека не было. Подожди, мне кажется, у меня в багажнике лежит розовая просека. Может быть, оно уже стало-стало сейчас, вот уже с конца ноября. Я опережаю события? Да, чуть-чуть уже. И вы еще не на рынке, а у меня в багажнике. Сначала говорили к Новому году, но уже с конца ноября, на самом деле, где-то стала появляться розовая просека. И вот за такими новостями, конечно, надо следить. Регина, нас слушают люди разных возрастов, и среди них есть и те, кто, может быть, никогда еще не слышал слово «сомелье», или же не до конца понимает, что это такое. Ты можешь в двух словах объяснить, кто такой «сомелье» или кто такая в твоем конкретном случае? Хороший вопрос, потому что я себя называю «сомелье», потому что многим людям понятно уже это слово. Но я не «сомелье». «Сомелье» работает в ресторане. Есть «ковист» еще, человек, который работает в магазине. Он продает, он не должен уметь… Какое слово это звучит? «Кавист». «Кавист»? Да. От слова «кава»? «Кава», да, погреб, что-то такое. Но он же не только «каву» продает. Он не должен уметь сервировать вино. «Кавист». Да. Вот все это накрывать, обслуживать, декантировать. Он все это не должен уметь, он должен просто действительно обладать теоретическими здоровьями, грубо говоря. «Сомелье» работает в ресторане, да, он занимается тем, чтобы винная карта выглядела красиво, и чтобы людям вкусно сочеталась еда с вином, и его задача сделать удовольствие от посещения ресторана максимально высоким, прекрасным. То есть, а ты скорее консультант, наверное, да? Я теперь, наверное… Эксперт. Да, винный эксперт, специалист по вину. И не только по вину. Я знаю, что в твоей программе есть даже пиво, не говоря о шампанском. Это не даже, да, я училась и на пивного «Сомелье» тоже немножечко. Да, в принципе, мы изучали все алкогольные напитки, просто не во все я так углубляюсь. В прямом смысле этого слова. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, если мы говорим о слове «изучать» и «углубляться» для «Сомелье», то кроме теоретических занятий есть еще и практические? Обязательно, да. А есть ли кто-то, кто идет учиться на «Сомелье» просто потому, что любит выпить? К сожалению, такое бывает, но это обычно нехорошо заканчивается, и репутация у этих людей в профессиональных кругах тоже не очень. А бывает такое, что человек учится на «Сомелье», пробует, 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 и потом это тоже плохо заканчивается? Я поддерживаю теорию, что склонность к тому, что плохо закончилось, она или есть, или нет. Ее приобрести невозможно и потерять невозможно. Говорить «стоп», да, конечно, мы себе учимся, нам надо. Если я сходила с утра на дегустацию, 15 вин попробовала, а потом мне надо идти в ресторан, обслуживать столики, то, конечно. А я знаю, что «Сомелье» это не очень красивое, наверное, слово для эфира, но оно важно. «Сомелье» сплевывают всегда вино. Они его пробуют, там что-то там с ним делают, какие-то махинации во рту, и потом его выплевывают. Не всегда. Я тебе расскажу, как в школе «Сомелье» это было, у нас там было, допустим, на день 15 вин, и мы шли всегда, мы видели, у нас был лист от поставщиков, такие самые простенькие обычно с утра вначале шли, и потом получше, получше, подороже, и вот вначале первые 5-7-10 вин мы сплевывали, а то, что уже хорошая шампанская сплевывает. Действительно, я считаю, что это тост. Мы прервемся на маленькую... Ну что, с наступающим? С наступающим. Чего нам ждать-то? Мы прервемся на маленькую... Ой, хорошо, музыкальную паузу, друзья. Естественно, музыка у нас будет только тематическая, а как же иначе? И песен слагаются об алкоголе, о хороших качествах в напитках, великое множество, есть их много и в нашей музыкальной коллекции. Жека, он же Евгений Григорьев, продолжит наш эфир на радио «Русский Берлин» сразу после песни о том, как, зачем, почему пить с ней вино. Мы встретимся с Региной Проскура, с Эмилье, и уже зададим эти вопросы конкретно ей. Чес. Гость на радио «Русский Берлин». Пить с ней вино. С ней можно пить не только вино, с ней можно пить шампанское и, наверное, что-то покрепче. Вообще, мне кажется, вот тоже вот эти странные стереотипы, да, женщина пьет шампанское, а мужчина пьет коньяк. Это же ерунда, да? Согласись. Сейчас полная ерунда. Сейчас говорят, даже в Инстаграме есть какой-то тег, мужчины, которые пьют шампанское или что-то такое, там мужчины пьют шампанское, фотографируются и выставляют. Это очень даже мужской напиток. Вот давай мы просто нашим мужчинам скажем это. Мужчины, это не стыдно, когда мужчина пьет хорошее шампанское. Это совсем не стыдно, потому что на шампанское уходит столько сил. На изготовление. На изготовление, да. Это гораздо сложнее сделать, чем просто вино. И шампанское, это, конечно же, праздничный очень напиток, но в Новый год без шампанского, наверное, было бы странно. Очень странно. Это вот оливье и шампанское. А оливье вообще, вот теоретически, вот вас обучали в школе с эмилье, с чем оливье лучше всего идет? У нас там, кстати, были странные вопросы, надо было считать несочетаемое там яйцо и какое вино вы подберете. Под яйцо? Да. Ага. И какое? Ну яйца тоже бывают, знаешь, фаршированные яйца на Новый год, например. Ну это хороший вариант, такого никто не предлагает для сложного экзамена. Фаршированные яйца с икрой наверху, да, ой. Вообще новогодний стол, он же, в чем с ним проблема? Там очень много всего очень разного. Тебе рыба, копченая, селедка, салат такой, салат другой. И давай, пожалуйста, все меню подробно бы огласил сейчас. Чтобы всем забыл. Икра заморская, баклажанная, салат мимоза, вот все очень любят. А там вообще намешано просто все вообще, что было в холодильнике. Все это с майонезом и все это... С майонезиком, правильно говорите? Да, с майонезиком. С майонезиком, так. И холодец. Молодец. Какое шампанское, Регина, подходит к холодцу и с виной голяшки? Я сейчас все расскажу вообще. Ведь не все пьют шампанское весь вечер. Это правда. Люди хотят часто пить просто вино, но не нравится игристое вино. А в 12 ночи уже открывают... По-хорошему, такая традиция действительно существует. За стол садятся, как правило, часов в 9-10. Едят вот это вот все, намешанное с майонезиком. Пьют что-то другое. Потом в 12 открывают шампанское. Выпивают символически это шампанское. Иногда еще там за украинский Новый год, за белорусский Новый год, за грузинский, за российский. Кто за столом есть, за все новые годы. За все новые годы пьют, открывают. Потом обратно возвращаются к вину. Или, ну, видя селедочку, многие говорят, но под такое надо только водочку. Пьют еще водочку. И утром... Голова болит. А как? Что делать? Что делать, чтобы не болела голова? Вот ты сейчас сказала, что переходит на водочку. Это одна из ошибок. Не то, что... Дело даже не там... Все говорят про повышение, понижение градуса. Но самое главное, не мешать сырье, из которого сделан напиток. То есть, если из винограда мы пьем вино, то переходить надо на коньяк. Который тоже из винограда. Если мы пьем водку, виски, то из легкого это пиво. Они сделаны из зерна. А когда мы начинаем мешать сырье, из чего сделано, вот тут начинаются проблемы. То есть, бой курантов, открываем пиво, а потом смело переходим на водку. Такая модель, да? Сейчас есть шампанское в бутылках тоже с шампанской пробкой пива. Все. Серьезно, да? Пожалуйста. То есть, можно имитировать бабус новогодние. Итак, болит голова. Что делать? Или когда болит голова, уже поздно что-то делать. Попробуем, чтобы не болело. Да. Самый первый вообще мой совет всегда, это пить параллельно воду. Мы забываем, мы вообще начинаем пить. Открываем вино, мучает жажда, мы первые пару бокалов выпиваем быстро. Потому что, на самом деле, мы просто пить хотим. И вот лучше совмещать на бокал вина должен приходиться в идеале стакан воды. Так, это уже очень сильно облегчит ваше утро. А как же быть советами всяких диетологов, нутрициологов о том, что категорически нельзя пить воду с едой? Или в Новый год это правило не работает? По-моему, в Новый год вообще никакие правила не работают. Майонезик, в общем, тоже не очень хорошо. Да. Потом еще очень часто люди любят выпить кофе, когда чувствуют, что захмелевают. или выпить кофе до. Это тоже неправильно? Неправильно. Там сосуды сужаются, расширяются, вот все это заморочено. Но самое... Кофе пить не надо. До не надо. Кофе можно выпить только когда вы уже закончили пить алкоголь и решили... Кто же знает, что он закончил. Я решила, что я сегодня больше пить алкоголь не буду, и тогда можно выпить кофе. А вот это вот я сейчас взбодрюсь кофейком, это не надо. Если нужно взбодриться... А это тоже может спровоцировать головную боль? Это может... Это вообще организмом станет нехорошо. Может стать. Лучше, если нужно себя привести в норму, в чувство, сделать очень сладкий чай. Если нужно какую-то паузу сделать, поднять себе этот уровень... Ну, я не знаю, там со новогодним столом, конечно, еще уровень чего поднимать. Но теоретически это работает именно так. Я считаю, что сейчас все непьющие наши слушатели, ну, есть же среди наших слушателей наверняка, безалкогольные люди. Они должны эти советы записывать, чтобы потом всех своих алкогольных друзей приводить в чувство вовремя, чтобы они вот избежали головной боли по утрам. Итак, кофе не пьем. Еще, да, кофе не пьем до... До и в процессе кофе пьем после. Да. Взбадриваемся чаем крепким с сахаром, правильно? Да. Параллельно пьем воду, не мешаем... Не мешаем сырье. Из-за чего сделано. И следим за собой. Это что-то... Средим за своими чувствами, за своими органами чувств. Потому что у нас, когда мы выпиваем алкоголь, по очереди нас начинает отпускать органы чувств. Сначала мы теряем обоняние. И я это очень хорошо чувствую на дегустациях. Почему я не верю в дегустации, где там 100 вин попробовали и пункты всем раздали, какие хорошие. Потому что в какой-то момент мы же, даже если сплевываем, болтаем вино во рту, даже с профессионалом. А там еще быстрее все всасывается в кровь. И в какой-то момент мы перестаем чувствовать носом. И вот когда вино нам больше не пахнет, и оливье нам больше не пахнет, это значок. Потому что следующее... На сегодняшний день это такой очень опасный вообще значок. Если сел за стол, все пахло. Нет, оно просто притупляется, да? Нас начинают подводить наши органы чувств. И это как бы... Среди наших органов чувств организм считает, что это самое бесполезное. Сначала отключается обоняние. Как интересно. А вот я знаю, я перебью тебя, потому что это вопрос встречный. Я знаю, что во многих хороших парфюмерных магазинах дают между тем, как человек нюхает разные парфюмы, дают нюхать кофейные зерна. И якобы это возвращает в исходную позицию. Нельзя вот понюхать и дальше выпивать. Нет, это уже алкоголь начал действовать, а не запах парфюмерных. Это не запах вина начал действовать. Следующим отключается язык, вкус. А я думала, что... Потому что когда мы, да, уже много... Мы думаем, что нам уже... Мы уже много едим, уже по инерции сидим, да? Но если у нас мы уже столько удовольствия, на самом деле, не получаем, как в начале, потому что алкоголь уже говорит, что... Пора домой. Да, вообще-то. И на этой стадии уже, на самом деле, надо притормозить. Уже пора перейти на чаёк сладенький. Это в теории так замечательно звучит, но на практике мы же не маленькие. Мы же знаем, что вот это стоп себе сказать, вот это остановиться. Понять, когда... Но это практика. Это практика. Потом у нас отключается слух. Вот когда люди выпивают, они начинают перекрикивать. А, что ты сказал? Вот это вот всё, это следующее. А это тоже от алкоголя? Да, естественно. И последними у нас идут осязания и зрение. Вот почему у нас нарушается координация, мы пьяные пошатываемся, покачиваемся. Почему нельзя пьяным за рулём? Потому что наши органы чувств нас уже подводят. И вот чтобы не доводить до этой стадии, когда последние органы чувств нас начинают подводить, уже когда мы перестали, нам вино перестало пахнуть вкусно, надо сказать себе, а сейчас стаканчик воды. Но ты сказала, что на бокал стакан воды. Желательно, да. Держать столько воды. Интересно. Друзья, закупайте воду, не думайте о губить людей, как известно, не пиво. Губить людей вода, в данном случае она будет вас спасать. Я думаю, что главные уроки вы усвоили. Вообще вот замечательно, что все последние эфиры. Хорошо бы сидеть около приёмника с бумажкой и ручкой и записывать эти совершенно бесценные советы. А после Нового года мы обязательно встретимся с вами здесь же в эфире. И вы расскажете нам, как жизнь заиграла новыми красками, как вы проснулись со светлой головой. И всё помните. И всё помните. Группа Лампасы прервёт нашу прекрасную беседу с берлинским сомелье. Или берлинской? Нет, берлинским сомелье, да? Я согласна с берлинского сомелье. У сомелье с феминитивами не очень, да? Мы не... Но тебя устраивает с берлинским сомелье. Нас устраивает, да. Региной Проскура. Друзья, я советую вам также зайти на страничку bervinale.de, по аналогии с Berlinale. Берлинале в этом году не будет, а Бервинале... На каждый день. Каждый день онлайн. Заходите bervinale.de. Очень много всего полезного, познавательного, интересного, курьёзного, неожиданного, необычного. На сайте у Регины. Создала она его сама. Это её авторский проект. Поговорим и о нём тоже буквально через пару минут. А пока что ребята из группы Лампаса честно признаются нам в том, что немного выпили. Правда, всегда одна и истина, собственно, одна истина, как мы знаем, в чём, Регина? В вине. И мы сегодня пытаемся, ну, если не докопаться до самой истины, хотя бы немножечко, немножечко приблизиться к ней. И вот, ну, не буду утаивать, что у нас с Региной занятие сегодня не только теоретическое, но и практическое. Слышно? Давай. Практическое. А скажи, вот ты сейчас в музыкальной паузе, перед тем, как сделать глоток из бокала, ты понюхала его? Да. Ты его зачем понюхала? Ну, вкусно же пахнет. То есть просто, не потому что оно могло сейчас испортиться за пять минут? Нет, за пять минут оно не могло испортиться. В начале сам, когда наливают первое-первое, то нюхают, чтобы убедиться, что нет дефектов. Это самое первое. А что должно быть? Неприятный какой-то запах? Ну, там, дефект пробки, например. Это чувствуется носом. Пахнет подвалом, да. И картошкой гнилой. А дальше мы просто наслаждаемся. И нам или нравится это, или в нашем вкусе, или не в нашем вкусе. А зачем вот так вот болтать в бокале, вот так вот людям наливают, они начинают вот так вот болтать? Потому что чем больше соприкасается вино с кислородом, молекулы быстрее там начинают улетучиваться прямо нам в нос. И мы... Называется, аромат раскрывается. Иногда нюхаешь, пахнет вином. Бывает такое. А поболтаешь, поболтаешь, о-о-о. Пахнет персиком. Да. А правда, что... Я сейчас буду тебе вопросы задавать такие. Вопросы с эмелье. А правда, что если бокал грязный, то вкус другой будет? Не, ну, не явно выраженный. Но если он там плохо помыт или плохо протер. Или каким-то средством помыт. Да. Теоретически можно об этом говорить, но это работает на уровне, наверное, международных соревнований. И там двухсот людей в мире, которые действительно расскажут вам про разницу. Такие есть специалисты, да? Ну, да. Ну, в нашем эфире сегодня, друзья, самый главный специалист, берлинский сэмелье Регина Проскура, создатель авторского проекта «Бер Винали». Ну, а многим берлинцам Регина знакома по винным и пивным дегустациям, которые она проводит. Я осознанно говорю это в настоящем времени, потому что вот совсем скоро... Просто небольшой перерыв. Маленький, маленький перерыв такой. Вот. И все вернется, конечно, на круги своя. Все эти дегустации, они проходят или в традиционной, в игровой форме. Я знаю, что многие из вас уже были участниками совершенно уникальных винных казино и пивные казино. Тоже были вместе с Региной. Вообще, это замечательная история. Кроме того, Регина ведет онлайн-курс «Твое вино», который позволяет новичку буквально за месяц освоиться в мире вина. Но сегодня наша тема – это Новый год. И все-таки мы хотим узнать, как подобрать универсальные напитки под наш новогодний стол. Вот люди, многие, даже если в течение всего года не едят вот это вот смешанное с майонезиком, то на Новый год – это все-таки наша традиция. Нам прям хочется вот порезать вот это вот все в одну кастрюлю и без мешать. Даже мне хочется. Да, и съесть. Вот стоит ли, имеет ли смысл при наличии вот такой странной для многих непонятных европейцам еды говорить о каких-то изысканных напитках? Вот очень ты прямо в точку задала вопрос. Я прямо пришла сюда с ответом, что не надо на новогодний стол ставить что-то там, что вы хранили, бордо какое-нибудь дорогое. Не надо. Из погребов. Не надо. Потому что мы, во-первых, будем все мешать. Во-вторых, у нас не будет обстановки, где мы можем действительно проникнуться и насладиться. И оценить. Если вы решили отмечать вдвоем, и у вас какой-то очень там решили по куску мяса себе пожарить, и маленький гарнир. Что-нибудь элегантно. Да, то можно, но мы тогда не говорим о новогоднем столе. Тогда это не Новый год. Мы сейчас будем говорить о классическом. Поскольку еды много жирной, я советую взять что-то с хорошей кислотностью. Какое-нибудь там тосканское вино. Вот примитива, который очень любят многие, лучше на новогодний стол не ставить. Не ставить? Нет, потому что в нем низкая кислотность. Алена, ты слышала, не ставить примитива на новогодний стол. И, во-первых, будет тяжелое ощущение в животе быстрее, чем обычно приходит в Новый год. Потому что, когда мы кислотное вино пьем, нам хочется еще, мы сделали глоточек, нам захотелось еще поесть. И у нас это чувство насыщения приходит дольше. Поэтому, чтобы компенсировать жирность, и чтобы мы полегче себя чувствовали, лучше... Чтобы успеть съесть все? Да. Там белое вино какое-нибудь, вот шабли прям идеально. Оно прям вот... Ага, я это, пожалуй, тоже запишу. Рислинг какой-нибудь. Значит, шабли мы берем. Рислинги хорошо. Рислинги. Да, если что-то такое из немецкой кухни, если какая-то свинина запеченная. Примитива, прям вот так зачеркиваю, нет примитива. Скажем, примитива наша нет. Примитива хорошо попить, когда хочешь после шести... Когда хочешь примитива просто. Когда после шести хочешь пить и не бегать к холодильнику за закусками, чтобы не толстеть, вот это вот тогда примитива, потому что оно у нас не возбуждает столько аппетита. От вина не толстеют? Ну, зачем ты спрашиваешь? Ну, мягко на тебя нет. Но я не столько пью. Как некоторые думают. Как некоторые думают, да. Ты больше дегустируешь. А когда, как понять, где закончилась дегустация и началась просто пьянка уже? Ну, официально, я говорю. Официально наша дегустация закончилась. Теперь неформальная часть. Понятно. Итак, мы поняли, что все изысканное, коллекционное мы оставляем для действительно вечеров, когда придут настоящие ценители. А сегодня, вот в новогоднюю ночь, ну не сегодня, конечно, еще два дня, хотя может уже начать сегодня, мы пьем что-то с повышенной кислотностью. Еще можно посоветую модную вещь. Так. Пятнат. Пятнат? Есть в биомагазинах и есть в винных магазинах, в супермаркетах, к сожалению, нет. Но это игристое, сделанное, как делали сотни лет назад, и сейчас оно снова вошло в моду. И это к вам, вам и под сырники на завтрак подойдет. Пятнат? Да. И под оливье. Он под русскую кухню просто идеален. Подожди, вот про завтрак. Во-первых, пятнат, да, мне кажется, ты писала о нем на своей страничке. Да. Можно зайти. У меня даже видео на ютубе есть про пятнаты. Ищите Регину, Регина Проскура, есть на фейсбуке, есть в инстаграм, есть на ютубе, есть на Бервинале. Пятнат, очень легко запомнить. Пят и нат. Да. Легко, игристое, модное, новое, хотите быть модным? Да. Покупайте пятнат, он прекрасно сочетается с оливье. С русским новогодним столом. С русским новогодним столом и с сырниками, то есть с русским завтраком тоже сочетается. Вот здесь мне хочется за слово «завтрак» зацепиться и спросить тебя, Регина, зазорно ли утром немножечко пригубить к завтраку? Не потому что остался пятнат от новогодней ночи, а потому что просто вот хочется начать день красиво. Вообще я очень рада, что вот эти предрассудки, они уходят наконец-то. Что мы начали путешествовать потихоньку, что где-то когда-то подали на завтрак в гостинице просека, да, и мир перевернулся, да? Правда, заиграл же новым красками столом. 100% каждый раз заново заигрывает, как только ты употребляешь на завтрак шампан. И так мы потихонечку поняли, что не так все страшно, да? Только вот взять реально что-то легкое, вот пятнат или просека, не шампанью себя грузить с утра. Ну и, конечно, ограничиться, наверное, все-таки одним бокалом. Одним бокалом. Ну, смотря, зависит от планов на день, конечно. Может, вы дальше спать собираетесь? Мы сейчас про путешествия заговорили, все-таки хочется еще что-то посмотреть, не только полежать. Итак, мы можем начать день с шампанского, с просеку или с пятната. Мы не будем считаться дегенератами или аристократами. Не надо считаться дегенератами или аристократами. Это абсолютно нормально, хорошо, позитивно. Надо считать себя счастливым человеком, который может себе позволить выпить с себя бокал игристого с утра. Да, пятнат. А шампанское сильно крепкое? Нет, оно не крепкое. Оно как раз-таки и не бывает очень крепким. Нет? Нет. Почему же его нельзя с утра? Оно не крепкое, оно слишком серьезное, оно требует уже, оно не оперативное, оно требует уже... Вот смотри, так интересно, ты уже несколько раз сказала, оно серьезное, оно интересное. И мне кажется, это тоже присуще Сомелье, что в какой-то момент они начинают одушевлять напитки и им присваивать разные человеческие качества. То есть у напитков, иными словами, есть характер. Абсолютно точно. У напитка есть характер. И напиток можно описать точно так же, как какое-то живое существо. Вот тебе какие напитки больше нравятся? С каким характером? Мне нравятся такие... Мужественные. Вот мужественные, да, но не так... Не агрессивно мужественные. Вот такие... Демонстрирующие умную силу мне нравятся. Напитки. Да. Ой! Давай хотя бы один пример, хочу тоже, чтобы продемонстрировали. Меня часто спрашивают, ваш любимый сорт, я научилась отвечать. Ваш любимый пайд, Пушкин, любимый фрукт, яблоко. Ваш любимый сорт, Регина? Я очень люблю Набиолу. Я вообще люблю такие более легкие по цвету вина, как шпетбургундеры наши, да, пино-нуары. Но мне нравится иногда, чтобы характер помощнее. И вот Набиолу из Северной Италии, это прям моя любовь. Я надеюсь, что на всю жизнь. Набиолу из Северной Италии. Вы запишите, запишите. А сам Илье плохого не посоветует. Напитки покрепче тоже можно употреблять. И мы уже поняли от Регины, что... Мы просто остаемся на том же сырье. Если мы употребляли вино, мы переходим к коньяку. Если мы употребляли пиво, переходим к водке. Главное, не менять сырье для того, чтобы у нас не болела голова. Напитки покрепче предпочитает и Рома, солист группы «Звери». Продолжит он наш эфир на радио «Русский Берлин» прямо сейчас. А после песни вернемся к нашему заключительной части. Наверняка узнаем еще что-то очень важное, нужное, необходимое нам не только для новогодней ночи, но и вообще для того, чтобы потихонечку, полигонечку переходить с напитками на «ты». Правильно, Регина? Или все-таки с ними надо уважительно на «вы»? Некоторые разрешают на «ты». Да-да? Давай. Гость на радио «Русский Берлин». Ну что ж, друзья, в то время как в России уже совершенно официально решили воскресить институт вытрезвителей. Да-да-да, ты не слышала еще? Да, официально принято решение. Снова будут работать вытрезвители. Правда, их сейчас Владимир Женовский предложил назвать как-то комнатами усталости. Или что-то очень смешное. Так вот, пока там открываются вытрезвители, друзья, мы будем с вами справляться совершенно самостоятельно, конечно, не без помощи профессионалов. И в гостях у нас сегодня Регина Проскора, Сомелье Берлинский, консультант, эксперт и психолог, потому что мы выяснили, что Сомелье действительно психолог, который отвечает за удовольствие и хорошее настроение, которое человек получает от сочетания хорошей еды, компаний и напитков, которые ему может посоветовать Сомелье. Я знаю, что ты, Регина, помогаешь и частным лицам составлять собственные коллекции винные, погреба, винные карты для дома. Да, это правда? Не совсем так. Я помогаю выяснить людям, что в их вкусе, что им нужно покупать в магазине, и какие полки можно просто забыть и не мучиться. А как это можно понять? Ты спрашиваешь, в чем их пристрастие, что они любят? Или ты прям видишь по человеку, ты его сканируешь? Я понимаю, что вот этому нужен савиньон. Это винный коучинг в действии. Я прошу заполнить анкетку, там всякие вопросы, какие фрукты вы любите, какие-то наводящие вопросы. Потом я разговариваю с человеком, и потом я выдаю список и даже иду в магазин вместе, чтобы прям показать, это твоя полка. Потому что, во-первых, очень многие люди застревают, они покупают, они поняли, что им нравится это вино, а они покупают все время одно и то же. У них есть две-три позиции. Особенно, мне кажется, мужчины этим грешат, нет? Нет. Женщины, по-моему, больше открыты каким-то экспериментом попробовать что-то новое, а мужчины говорят, вот это мое вино, я пью вот это, и не хотят нового, ничего. Но они не становятся моими клиентами, потому что они не хотят нового пробовать. А, то есть тебе не удается переубедить их? Мужчины становятся моими клиентами тоже, обычно их, правда, жены приводят. Хороший подарок, кстати. Да, так это обычно и происходит. И, во-первых, хотят расширить свою линейку, да, а, во-вторых, люди считают, что у них проблема. Они говорят, я пробовал бордо вот так, вот так, и много, а мне не нравится, что со мной не так? Я говорю, да все с вами нормально. Просто это не ваше. В мире много прекрасного вина. Не обязательно начинать любить то, что просто не ваше. А как вот я прихожу в магазин, вот, предположим, я не могу себе позволить работу с сомелье, но я хочу хорошее вино. Как вино правильно в магазине выбрать? Вот я пришел в магазин, там много вино. Много, да. Что делать? Просто по очереди все пробовать? Да. Ну да, или ко мне идти учиться. Но я еще очень советую фотографировать вино, которое понравилось, и которое страшно не понравилось. И делать папочку с ними в телефоне. И когда вы приходите в винный магазин, не надо бояться. Там консультанты, они стоят для того, чтобы осчастливить вас. И показываете им, говорите, мне вот это страшно понравилось. И он вам найдет что-то похожее. Ага, такое тоже бывает. Это идеальный вариант. То есть консультанты в магазинах, у них тоже есть образование, плюс-минус, как у сомелье, и они разбираются в вино. Да, не у всех есть прям такое образование, но достаточно. Они знают, во всяком случае, свой ассортимент лучше, чем я знаю их ассортимент. Это тоже важно знать. И вы их осчастливите, потому что... Потому что когда приходит человек и говорит, я пробовал вино с птичкой на этикетке, какая страна, не помню, сорт не помнит. Найдите мне что-то похожее. Это гораздо сложнее. Регит, время подходит к нашу концу. У меня такой блиц, буквально вот короткий. Лед в вино. Можно класть? Ну, если очень хочется... Испортить вкус вина. Нет? Это ты хотела сказать. Давайте так, до 10 евро кладем, после 10 не кладем. Так, вино с мороженым можно? Вот у меня на десерт мороженое, а все еще пьют вино. Мороженое с шампанским. Классно, давай. Шампанский. Ну, прекрасное было бы сочетание. То есть десерты вообще... Это обязательно десертное вино, или можно любое? Лучше десертное, но, в принципе, с десертами не очень сочетается вина. Лучше выпить кофе и потом портвейн взять или коньяк. Так. Белое вино с белым мясом, красное с красным. Это правильно? Белое с белым мясом. Курица и свинина тоже белое мясо. С белым мясом? Да. Вообще смотреть на цвет еды. Если вы курицу отварили в красном вине, в красном соусе, то у вас уже красное мясо. То пейте пиво. И скажи, пожалуйста, вот если говорят, чем дороже вино, тем оно лучше. Это правильно? Или не обязательно? Бывает? Для каждого случая есть в дешевом сегменте хорошие вина и не нужны нам на все случаи жизни дорогие вина. У нас жизнь очень разнообразная. Особенно на Новый год, как мы выяснили. Да, и весь мир вина для нас. Все жирно и вообще уже в какой-то момент станет все равно. Интересные у нас советы сегодня в эфире. Регина, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Мне очень хочется, чтобы ты, пользуясь правом профессионала, держа бокал в руке, во-первых, пожелала что-то нашим радиослушателям, и, во-вторых, сказала, если вдруг останется немножечко алкоголя, но бывает такое, можно ли его хранить и как его правильно хранить? Если осталось немножечко, сделайте с ним соус мидии в нем сварить и, я не знаю, что-нибудь. Хранить можно два-три дня в холодильнике. А шампанское? Шампанское тоже можно хранить. Ложечку туда? Вот говорят, ложечку надо. Этот миф надо забыть. У меня даже есть об этом отдельное тоже. А ложечку не кладем? Это миф. Вынимаем ложечку из бутылки шампанского и слушаем. Даже без ложечки можно поставить в холодильник. Просто открыто. И в нормальном, хорошем, игристом вине до двух литров углекислого газа внутри и миллионы пузырьков. Даже если вы просто так оставите, на следующий день у вас будет пузыристое, нормальное вино. Потрясающе. Тост! Чтобы окружали лучшие люди, с которыми можно вместе наслаждаться едой и вином. По-моему, это замечательно. Как говорил Венечка Ерофеев и немедленно выпил. Давай. Оп! Друзья, это была Регина Проскура, берлинский сомелье. Человек, который знает о вине. Ну, если не все, все, мне кажется, не один сомелье не знает. Потому что, как мы узнали, появляется много нового. По крайней мере, очень много всего. Онлайн-курс Твое вино есть у Регины. Вы знаете все и освоитесь в мире вина. Бервинали.де Много всего интересного. Ютьюб-канал, Фейсбук, Инстаграм. Просто вот можно полностью, благодаря Регине, погрузиться в мир прекрасного, в мир хороших, качественных, алкогольных напитков. Будем называть вещи своими именами. Это прекрасно. Друзья, сразу после выпуска новостей сегодня с Григорием Оротевым услышимся с вами в следующем часе. И уже начнем поздравлять друг друга с наступающими. огромное спасибо за то, что пришла к нам. Надеюсь, не последний. С наступающим.